портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале это нтв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин мои собеседники израильские журналисты павел маргулян и цви зильбер коллеги приветствую вас привет привет да но у нас не успел утихнуть скандал не гастролями российского театра ленком которые как известно были сорваны а потом был достаточно такой хлесткий как оказалось судя по всему их авторам ответ ленкома израильским иваном не помнящим родства и вот теперь у нас новый скандал и что называется из той же оперы вот стало известно что израиль подписал с россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства подписали его министр культуры российской федерации ольга любимого и посол израиля в россии в этом сообщении в их потом совместном сообщении говорится что теперь коллеги из россии израиля могут обмениваться опытом вместе создавать кино и работать с кино архивами с нетерпением ждем израильских это пишет любимого уже с нетерпением ждем израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях я живо представил себе эти это конец был цитат я живо себе представил эти дискуссии в общем скандал разразился и буквально на следующий день появилась петиция за отмену этого соглашения причем подписали ее очень известные израильские кинематографисты в том числе лауреат оскара автор нового фильма голда и известные режиссеры композиторы и так далее павел вопрос тебе а как тебе кажется почему мы вдруг вот наступили опять на те же грабли было же понятно какой-то отклик найдет как бы в израиле не смотрите на во первых грабли другого уровня если ситуация с линкомом она была чисто ситуации с мест то есть вызвало возмущение простых граждан и организаторы и продюсеры поняли что лучше не рисковать и отменили это дело это на уровне скажем так общества и организаторов гастролей прошло с ответом от линкому здесь же фактически на государственном уровне это другой уровень совсем который видимо государственный уровень ну то ли ему не интересуется то ли он не интересуется то ли ему плевать на общественное мнение русскоязычных израильтян которые хорошо известно в огромном большинстве по поводу вот этого сотрудничества ну что можно сказать россия очень хочет сотрудничества с израилем на мой взгляд на хочет сотрудничество с кем с тем кто готов сотрудничать нынешней ситуации культурной области в том числе ну и я предвижу когда на каком-нибудь московском кинофестивале он в этом году по моему еще не был международным будут представители россии северной кореи ирана и израиля вот я хочу посмотреть на эту картину как это все будет выглядеть а скажи пожалуйста как тебе кажется извини что перебиваю как тебе кажется шум то разрастается достаточно большой и среди подписантов этой петиции с каждым днем прибавляется все больше очень громких и серьезных имен приведет ли это к твоему по твоему к отмене этого соглашения я не вижу как отменят от соглашения там через несколько дней после того как вы подписали это заявление об этом эта информация вообще вызвала шок вот у многих из нас потому что ну как так вы именно сейчас я понимаю что там написано что переговоры шли 15 лет то есть я провел так сказать хронологию то есть вскоре после войны в грузии начались эти переговоры после оккупации крыма донбасса и луганска они продолжились и сейчас во время войны в украине они завершились на своей высшей точке поставили . и этому нет объяснения у меня нет этому объяснения мне хочется услышать позицию я знаю там министра культуры и спорта министр иностранных дел по этому поводу как такое возможно именно сейчас зачем это делается вообще зачем такой позор для нашей страны ну будем надеяться что какое-то объяснение появится потому что эта ситуация она она необъяснима вообще вот она она шоковая спасибо цви в принципе тот же вопрос к тебе на твой взгляд это что прокол наших дипломатов случайность или вот лежал там в стопке бумаг договора пришел подпись подписали я согласен что это позор я согласен что это стыд и я примерно представляю как это все происходило у меня нет сомнений в том что это были извинения за линком дело в том что в кремлевской парадигме не может такого быть что какие-то протесты какой-то театр какой-то продюсер вот добились отмены гастролей там такого не бывает там спецслужбы поли президент премьер-министр премьер-министр должен был позвонить театр габима и сказать ай 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 а как вам не стыдно немедленно значит отмените отмену гастролей ну либо значит он позвонил и приказал отменить гастроли у них по-другому не работает они не понимают что это может быть как по-другому поэтому отмена гастролей которая никакого отношения к правительству не имела отмена гастролей вызвала в кремле такую реакцию и подумали ну блин ну как же перед ними извиниться давайте посмотрим а вот у нас уже лежит там 15 лет какой-то совершенно бессмысленный договор о сотрудничестве в кинопроизводстве израиле государства не занимается кинопроизводством никак не с какой стороны поэтому абсолютно пустой лишенный содержание договор это просто фотосессия с любимой кстати кстати очень важно отметить я прошу подчеркнуть подчеркнуть красным фломастером эти мои слова любимого находится под международными санкциями европейского союза и соединенных штатов америки с ней встречается израильский посол израильский посол встретился с человеком который находится под санкциями стран наших союзников ну израиль не признает эти санкции и я неважно 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 что не признает но факт остается фактом и это я прочитал не где-нибудь я это прочитал на войны те это сайт идет охрану и именно они обратили на это внимание я сказал что это очень важно и я присоединяюсь к этому внимание я подписал уже петицию более того я лично призываю алекса бенцви уйти в отставку я лично призываю его он опозорил страну он опозорил меня я не знаю какие у него были инструкции он мог в тот момент когда ему сообщили что упала ракета на рынок и убила 16 человек он мог развернуться уйти и никто бы мы ничего не сделал но тем не менее нет ничего его не смутило он пошел и значит подписал он пошел подписал это соглашение я лично призываю его уйти в отставку ну для меня это человек просто больше не существует он в моральном плане он больше не существует и он не представляет меня на международном я ничего не имею против что у нас и спасал в москве поймите у меня страны спасла в москве абсолютно европейских стран и у американцев да то есть до разрыва отношений не дошло как ни странно но тем не менее тем не менее вот и понятно что в этой ситуации нашли ну что какой кусок у можем и бросить но я сомневаюсь что для москвы это будет достаточно я думаю что последует что-то еще последует еще какой-то позор теперь наши попытались сразу как-то эту горькую пилюлю подсластить я кстати не видел еще официальное заявление министерства иностранных дел по этому поводу они молчат то есть я знаю что им послали известном не лично известно только одно извини я видел что редакции интернет-издания вести обратилась запросам в мид по этому поводу им сказали что ответа пока не будет больше но они уточнили будет ли сообщение на иврите пресс-релиз на иврите о том заключение этого большого дипломатического успеха им сказали нет выпуск пресс-релиза на иврите не предусмотрен то есть его изначально выпустили только на русском языке то есть они так они так очень очень стыдливо подписали соглашение ну получается они понимали что делали понятно хорошо я помню как в 2008 кажется году израиль подписал договор о сотрудничестве в кинопроизводстве с великобританией тогда было так был такой праздник когда все так об этом кричали тогда министерство иностранных дел раздувалась отважность а вот сейчас как время было другое скромно 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 я хорошо тебе спасибо пойдем дальше павел ты хоть что-то хотелось добавить извини да и ты вот ты сказал что было заявление на русском языке я не видел израильского никакого заявления вся информация была из тасс сделана это тасс опубликовал эту информацию может быть вы коллеги видели какую-то израильскую официальное заявление по этому поводу то что не оно не попадал поэтому пойдем дальше здесь можно тасс уверить мы еще будем разбираться с этим он стоит с любимого это да это да есть фотографии поэтому никаких сомнений быть не может да михаил значит я тогда добавлю еще одну деталь к жалов тому что сказал цви что наш посол алекс бен цви который подписал от соглашения он уроженец города черновцы в украинской сср вот просто чтобы было отметить уже такой мазок на этой картинке и еще одну тему я надеюсь мы успеем узнать ваше мнение по этому поводу владимир путин вновь отметился на ниве еврейской истории связи владимира зеленского с иудаизмом и так далее итак 5 сентября под председательством президента россии по видеоконференции состоялось заседание российского организационного комитета победа и там в рутинное абсолютно заседание но там вдруг был активно поднят президентом россии была поднята президентом россии тема что украинцы это продолжатели дела бандеры нацистов что они убивали евреев что именно они убивали что даже вот нацисты не хотели убивать а вот украинцы убивали и так далее подобное все это было слушать достаточно любопытно особенно смотреть на участников этого заседания главного раввина россии берлазара и директора центрального музея великой отечественной войны на поклонной горе александра школьника после этого заседания случайно оказавшемуся там журналисту второго канала россия 2 президент путин сказал что этнический еврей имеется ввиду зеленский прикрывает героизацию нацизма вот что он еще сказал он сказал что западные кураторы поставили во главе современной украины этнического еврея с еврейскими корнями происхождением еврейским и таким образом на мой взгляд они как бы прикрывают античеловеческую сущность которая положена в основу современного украинского государства ну и так далее и последнее еще одна цитата лучше всего это понимают простые граждане израиля посмотрите пожалуйста что они имеется ввиду израильтяне говорят об этом в интернете конец цитаты коллеги скажите мне пожалуйста павел тебе первому этот вопрос зачем все это делается но я понимаю зачем точнее можно догадаться зачем делается вообще в принципе это чтобы как бы легиметизировать войну в украине что вот мы боремся это такой крестовый поход против фашизма продолжается 45 года еще меня интересно твое мнение вот по какому поводу зачем во все это дело пытаются вовлечь израильтян потому что каждый раз когда путин высказывается на эту тему вот таким или подобным образом он ссылается на мнение простых израильтян на то что они думают что он слышит от своих друзей евреев по поводу зеленского и так далее для чего вообще израильтяне и евреи всегда были инструментом разных между государственных спорах и нас нас евреев часто используют по разному поводу вот совсем недавно эритреицы выясняли на территории израиля свои внутренние взаимоотношения по отношению к своему диктаторскому режиму справедливости надо сказать что они выясняли не только на территории израиля было еще несколько европейских нет он у нас да да но у нас они тоже решили выяснить да смотрите я не знаю зачем это сейчас но это очередное масло в огонь поддержание пропагандистской кампании по объяснению войны и объяснение своим гражданам с кем мы боремся там же я же напомню что изначально-то россия начала борьбу с нацизмом и бандеровцами и с денацификацией украины как бы эта линия она не совсем потухла вот сейчас путин подлил огонь еще вот вот в этот пропагандистский нарратив скажем так вот мне хочется знать где он наверняка ему посольство израиля в россии в израиле подготовила отчет выборку постов русскоязычных израильтян по поводу войны фамилии я их вижу в фейсбуке очень часто у нас есть какая-то группа людей по моим подсчетам их может быть 10-15 процентов которые активно выступают поддержку россии некоторые из них активно выступает поддержку россии а некоторые не выступает поддержку россии но они обвиняют все время украину в чем-то для меня это значит они поддерживают россии вот и наверное ему путину положили на стол сказать вот смотрите что пишут простые израильтяне не говоря о статистике того что происходит в русскоязычном пространстве нашей страны по поводу войны Украины. То есть ты хочешь сказать, что царя ввели в заблуждение? Царю положили на стол то, что ему нужно было для этой встречи с придворными еврейцами, скажем так, господин Лазарем и школьником, для того, чтобы он как раз-таки поддержал этот нарратив. Но, смотрите, по большому счету, обращать внимание на то, что говорит Владимир Владимирович Путин, это себя не уважать, мне кажется. Из того, что он вообще, вот ты сейчас процитировал, он фактически обелил эсэсовцев. Он сказал, что эсэсовцы не участвовали в уничтожении евреев в Украине, а они отдали это местным украинцам. Никто не отрицает, что в Украине были коллаборационисты, которые помогали нацистам. Хотя есть некоторые историки, что отрицают. Для меня это очевидная вещь, что они, да, помогали нацистам в уничтожении евреев. Но это одна сторона исторического вопроса, да, и который, я надеюсь, когда-нибудь Украина откроет свое, выдаст свое мнение по этому поводу. У меня такой счет к Украине, но это будет после войны, чтобы она поставила точку на своей истории. Это одна сторона, что они, да, помогали, но есть и другая сторона. Украина на четвертом месте, по-моему, в музее Ядвашем по количеству праведников мира, которые спасали евреев. И почему Владимир Владимирович Путин не вспоминает о шести миллионах украинских бойцов, которые воевали в Красной Армии против нацистов? Очевидно, эту выборку ему не положили. Что с этим делать вообще? Это ему на стол не положили, или он забыл как раз в этот момент? Да. Цви, слово тебе. У тебя есть время. Пожалуйста. Знаете, в Венгрии есть такой Януш Лазар. Он министр транспорта в правительстве Орбана. И тут он как-то на днях вдруг выступил с речью и сказал, что Миклошк Хорти, это правитель Венгрии во времена нацизма, который отдал приказ о кончательном решении еврейского вопроса. 600 тысяч венгерских евреев почти все сгорели в печах, все были отправлены в лагеря смерти. И он сказал, что Миклош Хорти был настоящим патриотом в Венгрии, героем и так далее. Ну, по идее, Россия должна была сразу начать бомбардировку Венгрии, сразу должна была начать деноцификацию, потому что, ну, откровенное отбеливание российских, точнее, нацистских коллаборантов. Я уже путаю нацистских и российских. Явный факт отбеливания коллаборантов, причем не каким-то дядей Васей из деревни, а целым министром, целым министром правительства Хорти. Но почему-то Путин не отреагировал. Отреагировал как раз-таки американский посол, который высказал все по этому поводу в довольно резкой форме. Израиль отреагировал так бледненько-бледненько, так через два дня так осторожненько твитнул, ну, как всегда, трусливо, так вот трусливо, потому что у Орбана очень привечают, очень хорошо привечают нашего мальчика, Яирчика, его там катают, угощают на всякие форумы правящей партии, вот, приглашают, вы видели эти фотографии. Поэтому мы так тихо-тихо твитнули, что типа, ну, вот этот человек, мы даже не упоминали, что это Хорти, даже не упомянули этого министра транспорта. Ну, вот, не гоже героизировать человека, который привел Венгрию к настоящей катастрофе и стал, значит, виновником гибели 600 тысяч венгерских граждан. Вот что-то в таком роде твитнул Израиль. Ну, вот, как всегда, да, опять же, к вопросу о том, почему подписали соглашение о развитии сотрудничества в кинопроизводстве. Ну, вот как вам такое? Путин живет в какой-то своей парадигме. Путин знает, что пишут евреи в социальных... Путин вообще в глаза не видел этот интернет. Путину распечатали что-то, я думаю, что из Одноклассников или из ВКонтакте. И там действительно люди, которые евреи или которые выдают себя за евреев или какие-то боты, которые под еврейскими профилями открыты, да, они, да, видимо, они там что-то такое писали и Путину это, наверное, положили на стол, то, что он действительно хотел видеть. То, что я вижу в социальных сетях, то, что я вижу в своей ленте в Фейсбуке, у меня очень много друзей и подписчиков, но это тотальная поддержка Украины и проклятие в адрес Путина, его режима, его ханжества, его ужи, его фальсификации истории, его нового этого учебника истории, чтобы еще детям мозги забить. Вот. И последнее я, кстати, хотел еще дополнить по поводу нашей главной... Минута в твоем распоряжении. Меньше минуты. Израиль решил подсластить пилюлю и сегодня объявили, что украинские граждане в аэропорту Бен-Гуриона будут пропускаться по облегченной процедуре. Поруш порешал вопросики, потому что умень Поруш порешал вопросики все и министр внутренних дел не только запретил пытать украинцев в аэропорту, но он также продлил визы на пребывание в Израиле всем украинским беженцам до 31 января. Вот видите, как важно для Украины иметь такую умень. У нас осталась минута, короткий вопрос, если можно, оба короткий ответ. Израиль реагирует, когда на любой антисемитский всплеск в мире, как громкий, так и самый тихий. На ваш взгляд, сейчас будет какая-то реакция после этой истории с высказываниями Путина или нет? Чего просит, Украина? Уверен, что нет. Уверен, что нет. Павел, уверен, что нет. Павел, реакции никакой не будет, и более того, об информации, которая сегодня была, что Натаньягу собирается совершить телефонный разговор с Зеленским, я уверен, что главная тема разговора будет умань, а не что-либо другое. В этом никто не получавший до сих пор заявление. А мы, в свою очередь, давайте ждать подписания контракта между Министерством транспорта Израиля и Министерством транспорта Венгрии. В русле нашей политики это уже не удивляет. Я надеюсь, что это было иронично. Я думаю, что Биби просто распускает слухи, что готовится телефонный разговор с Зеленским, чтобы подсластить пилюлю. Нет никакой подготовки. Посмотрим. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие израильские журналисты Цви Зильбер и Павел Маргулян. Спасибо. До свидания. Счастливо. Пока-пока.